Суток, залетаем мы с вами в фаскапчик номер 9901, где встретятся два коллективчика, Либерти и Стейтли. Тяжело было договориться с этими двумя командами, все абсолютно поголовно неверующие Фомы. И, собственно, приступаем мы с вами к первой стадии данной игры, к стадии Бонапиков. Видим то, что ребятки из команды Либерти, они, кстати, представляют команду Силы Тьмы, забанили лишь двух таких персонажей, как Анданг и Вайпер, ну, потому что Томпстоун Анданга действительно очень неприятен в тимфайтах, дает замедление, дает урон все-таки от этих бомжиков. Ну, а Вайпер Коррозивский, там пассивочка, там ультимативная способность, замедляющая, прибывающая, в БКБ не очень приятно забанили, они еще следом Магнуса, видимо, боятся прокастов, которые вполне неплохо заходят под Гирокоптера. Ну и пикнули они, в свою очередь, Queen of Pain и Ancient Operation. Квопа крайне сильно в миде за счет своей, не знаю, кортика, да, которым она, даггер или как там, да, а, не, шутов страйка, которым она харасит своих оппонентчиков, которые стоят против нее, просто закинула она и как бы ты стоишь-терпишь под этим кортиком, не знаю. Есть эскейп-способность вторая, блинг ее, с которой она может, если что, куда-нибудь убежать, либо наоборот, синициировать. Есть скрим, который АУЕ, конечно же, урончик дает, правда, там небольшой радиус, у нее такое, но, в принципе, неплохо. И самая главная фишечка, это ее ультимативная способность Sonic Wave, который имеет чистый урон, как бы, почему бы и нет. Ancient Depression пикнули, чтобы, видимо, ну, не знаю, запечатать своим оппонентам, что ли, хилиться, наверное, с помощью его ультимативной способности, плюс крайне хорошо бафует на атаку, замедляет, конечно же, все-таки атак спид, но урончик дает неплохой, в принципе, для Форсблада неплохо в начальной игре. Стейтеля. Стейтеля забанили четырех персонажей, забанили Бристалбека, Виспа, Снайпера и Ершейкера. Бристалбека забанили, потому что крайне сильный герой в оффлейне, и потом, когда она фармит себе пару сутов, там, какой-нибудь Кримсон с ПТ-шечкой, на единственном левеле очень сложно убиваемый. Виспа забанили, чтобы не было, видимо, какой-то мобильности у противников, ну, а Снайпера, потому что это просто Снайпер, это шапнелечка достаточно жесткая, это хедшотики, ультимативная способность там на огромный радиус, но, в принципе, герой тоже сильный и неприятный. Ершейкера забанили, ну, потому что есть и Хаслэм, колбаса, которую он кидает, да, фиссурочку свою на огромное расстояние, может даже блочить, как угодно там насиловать. Ну, и энчан-тотемчик, это уже, само собой, разумеющийся. Ну, и стоит, или пикнули себе трех персонажиков, герокоптера Леона с Рубиком. Ну, герокоптер, сильный ауе-керри, с Рокетберджа в начальной игре имеет очень сильный и болезненный раскастик, Леон, два дизебла неплохих, плюс с подкопа можно попасть хоть по пятерым, а на Дрейн, которым он может, не знаю, сосать у своих оппонентов МП, ну, и, собственно, Фингер Офф Дес, который на первом левеле прокачки имеет 600 урона. Вот, ну, правда, откатик там большой, но не так критично. Кстати, Сларк контрится очень мощными прокастками, которыми, кстати, обладает Леончик. В начальной игре, безусловно. Так, ну и Рубик третьим пиком от ребяток из команды Стейкли, ну, почему бы и нет, воровать, в принципе, есть что. Соник Вейв от Квапы, там Мэш Топорейшн, какую-то ультимативную способность, ну, в принципе, неплохо Рубик зайдет, плюс Терекинез, Фейтболт, который наносит неплохое количество урона на последнем новой прокачке, вот. Ну, и другое дело, то, что Либерти забанили Сайленсера почему-то. Не хотят, чтобы против них был Сайленсер, портил, наверное, прокасты Квапеи и Леонш Топорейшн. В принципе, Квапу, кстати, в миде Сайленсер неплохо унижает, против него стоит прекрасненько, он может пить из-за этого его забаннером. Ну, и пикнули они себе Нейсталкера. Нейсталкер, в свою очередь, имеет хорошие себе такие спельчики. Сайленс, если что, Рубику там какому-нибудь кинуть или Леон, чтобы они в файте были бесполезны, изобретите их там быстренько с какой-нибудь прокаста со Сарком, который, например, из Латарчика выйдет, там, и бьет. Ну, и четвертым персонажем, у ребяток из команды Стейтели, в Faseless Void заходят. Ну, не знаю, Волд Войда, в принципе, почему бы и нет. То есть, если нафармленный Войд, Сларка в куполе убивать самое то, потому что без купола будет его убивать очень тяжело. Ну, и вот, в принципе, у обеих команд еще куча времени на выбор персонажей, дополнительного еще на баны, тут по два персонажка осталось обеих команд. Но можно пока что думают они над последним баном, посмотри статистику, ребяток. Ага, Либерти имеет, короче, один матчик, и это одна победка, то есть они только-только, только-только регнули командочку, создали себя вот. Ну, а Стейтели, в свою очередь, имеют 26 матчей, 17 из которых закончились победы и 8 поражений с одной ничьей. Ну, в принципе, неплохо, как бы, почему бы и нет для начинающих таких командочек. Ну и ждем, ждем последнего бана от ребятка с команд силы тьмы. Я пока что в это время сделала носик в группу ВКонтакте, пока время-то есть. Что такое? Что такое? Так, ну, саносиком я закончил. Ну и видим, видим то, что ребятки из команды Либерти забанили Штурм Спирита. Интересно, почему они забанили Штурм Спирита? Видимо, они хотят даже Шторма, чтобы даже Штурм стоял против группы, потому что Штурм тоже хорошо стоит. Ну, и действительно, что же осталось пикнуть ребяткам из команды Стейтели? Ну, только мидеры, ну и, в принципе, Штурм Спирит бы неплохо заходил, но Штурм Спирита теперь нет. Либерти запикнули, кстати, Сепи, Зевса, Астейтели забанили Тайдхантер. Тайдхантер неплохой оффлейнер, стоит прекрасный, есть ультимативная способность с огромным АУЕ вообще. Это Арвейдж, который дизайбрит всех твих противников. Господи, или тебя дизайбрит. Ну, в общем, вот. Забанили ДДХ. Видимо, боятся. Боятся ДДХ в виде, потому что Сенш Топорейшн и Квин оф Пейнт в совокупности, это неплохо. Ну и плюс Зевсик. Зевсик это, скорее всего, будет саппортом. Мне интересно, будет на самом деле расстановка на лайнах, какая она будет. Потому что, ну, Зевс, я считаю, то, что без должного количества экспириенса, он, ну, такой, не знаю, такой себе персонажик. Ждем последнего персонажика от ребят с команды СТейтли, у них еще целая минута на пик. Что такое? Кто-то с таким удивленным. Удивленным просто лицом, не знаю, в твич, в чатик, что случилось. 38 секунд. Кунг заходит Ласт Пиком, сочетается отлично с Геррокоптером, Фесс Ласт Войдом. Ну и посмотрим, как это все будет выглядеть. В мидл, скорее всего, пойдет именно Кунг. Сейчас ждем, пока ребятки разбирал себе персонажиков. Даже ники на самом деле читать страшно. Лайф Ту Вин на Кунге. Не знаю, как читается ник пацана на Фесс Ласт Войде. Рубик еще не выбрали. Моу на Леоне, а 1408 на Рубике, Йолу на Геррокоптере, Драник на Эш Топорешне, на Сларке Кнокс, и, господи, тут реклама к отвечаю, я не буду даже говорить сюда на моем каналчике. на Баланаре. На Баланаре и ФГ на Зевсе. Почему не дают партнерку, ребят? Партнерка на такие бомжи каналы, как у меня, пока что не дается. Интересный закуп Queen of Pain, приобретатель себе Boots of Speed, имеется один Observer Ward, Кларис, 4 Тангусика, Зевс. Что прикупил себе Зевс? Зевс, кстати, пойдет в мидл против Кунг, и, в принципе, Кунг будет стоять неплохо против Деда, даже может его наказать после получения шестого левела, если все хорошо сделает. Запулили ему два Тангусика, два Iron Branch имеется, одной Клариси, закупил себе, видимо, понимает то, что придется спамить своим первым спалом, фармить, чтобы... Ну, Баланар себе приобрел на Клариси Boots of Speed, кстати, очень видно моду, ребятка с командой Силы Тьмы брать себе ботиночки на первом закупе вообще, и 4 Тангусика. Сларк вкачал себе Паунс на первом левеле, Сталшилд, 4 Тангусика и 1 Хилинг Слейв. Ну, а тут что, ребятка с команды СТейт, Регер Коптер, Ринг оф Протекшн, 2 носочка на ловкость, 4 Тангусика, Рубенчик, что? Обсервик Вард, Обсерфер Вард, господи, 4 Тангусика, 3 Кларити, 1 Хилинг Слейв и 1 Обсервер Вардик, у Леона 4 Танга, 1 Хилинг Слейв, 1 Кларити и 2 Айрон Брэйча в оффлейн или не оффлейн. Мне интересно, если Фестус Войда оставят соло, то, по-моему, это какой-то вред будет, потому что Войда соло стоит не очень хорошо, Войда нужен фарм, хотя, хотя, с этой стороны тут Войда очень хорошо заходит под прокаст кунки или гирокоптера, там кулдаун или госшип какой-нибудь, то Войда можно поставить на экспириенс. Вот, приобрел он себе Орпов Веном, 4 Тангусика, 1 Хилинг Слейв и 2 Айрон Брэйча. Что ж, будет он стоять у него будет стоять, что Парижен была на Ресларк, очень интересно, триплана, на самом деле, вырисовывается. Ну что ж, Таймволк вкачал себе на первом левеле, сейчас у него, на самом деле, могут быть проблемы, вот, вкачался, что свой первый спел Сальц не вкачал, ну, и действительно, очень сильно нахарасили сейчас Войда, даже, Парижен, на самом деле, ничего себе не вкачал, если бы что-нибудь дал, может быть, бы и убили этого Войда, но Войда, действительно, просто шел под вышечку, чтобы изныслить там Волк и заэскейпиться. Что у нас происходит на Бите? Стоит Кунг и против Зевса, у Зевса пока что все прекрасно, 4 добитых грибочки имеются у Кунг и пока только 3, ну и, пока что, пока что, Зевс себя чувствует прекрасно, на первом левеле вкачал себе свой первый спел, ну, а на втором взял пассивочку, чтобы сжигать еще больше КП у своего оппонента на миде. В Ботче все прекрасно, в Ботче стоит Гирокоптер с Леончиком, стоят они против Соло Квин оф Пейн, скажу честно, Квин оф Пейн стоит лучше Соло, чем Войд, потому что имеется у нее все-таки эскейп, а билочка вторая, да, ее блинк, плюс она все-таки ренджевик, потому что Войд все-таки милишник и некомфортно ему должно все-таки стояться. Первый левел, кстати, у Войд, а в то время Квин оф Пейн уже второй с половиночкой. Так, ну, не знаю на самом деле на что ребятки из команды стоит или рассчитывали, отправив Фестас Войд соло на топ, потому что, не знаю, как-то неприятно. Я уже на самом деле стримил матчи, в которых стоял Фестас Войд соло и как-то это все не очень хорошо получалось. Тут Баланар, видимо, стоит на пулах, сейчас сделает двойной спавн после двойного спавна на следующей пачке крипов он сделает себе, видимо, отводик, чтобы Войд еще меньше экспириенс вошло у Войда. И так еще нету, приобрелся в пистаншилд, по-моему, у него не было. Так, ну и на топе Зевсу достается руна двойного урона. Имеется, кстати, Боттл у него, даже себе не потратился, ставится об сервер Варт от Кунки, чтобы, видимо, видеть этого Зевса. И Бутов Спид. У Зевса, кстати, все прекрасно, в отличие от Кунки. У Кунки пока что только 680. Ого, какой дерзкий дед, просто прошимает руну двойного урона, дает просто на вражеском хайграунде фишку Кунке. И Кунки такой прикуривает, на самом деле, по своей высочке. Третий левел у Кунки, четвертый у Зевса, 87 экспириенсы сверху. Войт у Сэш-Топорейшном что-то разговаривает, как-то один на один, походу. Войт скачал себе бэктрек. Сколько у него там? Вот сейчас у него могут быть, на самом деле, проблемы, хотя нет, на сталкер пока что только первого левела, поэтому ничего страшного. Приходит сюда Рубик Телекинез на... Хорошо, на Зевса, вот это да, Торрен пошел на марки, а ну и Зевс все-таки убирает, убивает здесь скорее всего Кунку. Нет, Фрозблат Лол проливает Рубик Телекинеза. В принципе, неплохо разменялись, ребятки, при том, что Кунка был вообще на грани, и ну и теперь остается ждать ему все-таки четвертой минуточки, чтобы наполнить свой бот, либо сейчас приходит просто-напросто Баланар и убивает его, но Баланар приходит сюда без МП и без левела, вообще без экспириенс и сбивает еще себе крепочком фласочку. Клайз, извиняюсь. Так, ну она будет же стоит гирокоптер третьего левела, все у него прекрасно, Леончик стоит с ним, помогает ему, если что, тоже третьего левела подкопчик на двоечку он себе взял, у гирокоптера рокот береж на два разика вкачаны, и собственно, третий спелл тоже флакена на единичку взят, сейчас скачал себе еще и рокот, ой господа, хомик мысл, извиняюсь. Так, Баланарщик, Баланарщик здесь поставил интересный обсервик, а нет, он здесь уже стоял, господи, как-то я прозевал его на самом деле, ну дефолтный вард на самом деле, что-то еще, смоки, кстати, приобрел Баланар второго левела, вкачал себе пассивочку, потому что сейчас уже начинается ночь скоро, ну и я не знаю, на самом деле, будет ли польза вообще от этого Баланара второго левела ночью, вот ночь началась на четвертой минутке, у нас руна инвиза, ну и достается она все-таки Зевсу, и сейчас, кстати, с руной инвиза можно попробовать что-то сделать, но Зевс себе вкачал на два разика арклатинг, и я не знаю, как бы, зайдет ли, не зайдет, арклатинг второго левела в данной каточке, по идее, по идее, неплохой урон наносится, сколько там с него, 100 урона, плюс там еще прыжочки, и откат всего лишь, меньше даже двух секунд, секунды 75 сотых, Пинов Пейнт с такими красивыми крыльями, здесь бегает своими, имеется у нее четвертый левел, скрим на двоечку, блинк на единичку, кортик тоже на единичку, бутцов спид и два танкусика, боли у нее ничего не появляется, Фесслос Войт в это время на топе стоит второго левела, бэктреки вкачаны, сейчас ему Эш ТП Рейшн пытается так, туфельку, туфелька не прокает, и просто-напросто Фесслос Войт убегает, нет, не убегает, он решил вернуться, у Войта очень много, кстати, тангусиков, на удивление, видимо, он себе еще раз приобретал, телекинест на Баланара, хорошо вернули его назад, Рубик вообще здесь очень дерзко, точнее, Баланар очень дерзко отыграл, Рубик неплохо сейчас себя Павел Фейтболтом убивает Несталкера по своей вышечке, ну и здесь спрос-напросто стоит, продолжает фармить своим первым спеллом, кто-то на телепортике прилетал сюда на мидл, но все-таки, конечно, Леончик зазевался, не видел он своего тиммейта, который летит, видимо, либо тиммейт ему сказал, типа не делать пока, что у них лишние движения, так получилось, что все-таки деда подцепить не удалось на миде, на буте в это время Квейну в Пейн, пятого левела, за Максит, видимо, она себе свой третий спелл, приобрела Боттл, кстати, и 388 голодишко сверху, у Герокоптера все неплохо, 26 добитых репочков, но Сларка в топе лучше, у Сларка имеется сейчас 5 левел, купил он себе щиточек, капнул, да, Глоссов Хейст, Путов Спид имеется, здесь начинает убраться, вроде бы, Фазосвы, Дум Фазосвы, если что, есть таймволк, но Сларк таких, походу, не отпускает, не знаю, что решил будет сделать, уходит просто Сларк в ультимативную способность, Dark Pact, и, собственно, будет управляться в себе на фаттальчик, весится целых 13 секундочек, так, что у нас здесь на миде происходит, на миде ничего интересного, пока что 22 добитых репочков, кунки имеется, 6 левел, ну и, как бы, все нормально, ZEVS, ZEVS тоже 6 левела, приобрел себе Soul Ring, сейчас ПТ у Сларк появились, с ПТшечкой он может еще бегать кого-то, ой, господи, царян, гладки, очистил, место под мусором, кушечкой, чтобы не было никаких там песков, на миде происходит какой-то пасть, ZEVS разрулетелся, убивает вот здесь Queen of Pain, кто убил Queen of Pain, Queen of Pain забревает Рубика, Рубик убил Queen of Pain, ну и тут начинает, вроде бы, размениваться пайками ZEVS с кункой, но тут, если что, баланарчик, кстати, ночь подходит к кунке, ну и просто кунка останавливается, ну, кунки пока что МП не так много, чтобы зацепить, попробовать того же ZEVS, да и тем более урона не хватит, чтобы с первого, а, кстати, торрент второго левела, пассивку он не макса себе, кунка на двоечку взял торрент, и на двоечку X-Mark он себе взял, ну и госшип на единичку, ну очень интересно, на самом деле ход, учитывая то, что на начальном уровне, не знаю, пассивочка кунки намажет очень хорошо, но, видимо, решил то, что против ZEVS мне эту пассивку брать не стоит в миде, вот, ну а тут FESLS Void опять начинает разборку какую-то со Сларком, и за это волк, решил, видимо, уже не драться с ним, потому что смысла нету, все убьет, не дай бог, ну а в этом время Леончик на боте с гирокоптером, я пропустил фраг, убивают они здесь Queen of Pain, Queen of Pain подцепить достаточно тяжело, за счет ее принка, я уже повторялся, повторюсь точно, я уже говорил этот моментик, но, так как у Леона с гирокоптером дизеблом достаточно много, плюс очень много урона с Rocket Berge, который, кстати, после одного крипочечка сейчас замоксил себе гирокоптер, квапу убивать пока что не составляет как такового труда, потому что хипе не так много, ну как бы, почему бы и нет, так, ну Кунг взял себе седьмой левел, Торот на троечку вкачал, бежит, сейчас забирает руну на топе, ну а Зевс в очередь забирает руну какую-то на боте, сейчас мы посмотрим, что достается Зевсу, у Зевс руна инвиза, на топе руна богатства достается Кунг, и Кунг отбивается сразу же по твам, и попыточка загангать сейчас на топ, я скажу честно, гангать с Ларкой, это вообще, как мне кажется, такой момент интересный, на самом деле, вот сейчас он напивается просто-напросто Кларит, еще хилится, собственно, он с помощью своей пассивочки, сидя с Торрент, корабль от Кунг, 300 урона, 1000 урона, не так много не хватает, сразу же тут Дарк Пакт от Слакка, замедление от Баланарчика, и собственно бафает всех, что параши с помощью третьего спела, и Сларку достается убийство на Кунге, ну тут еще Квинов Пейнт подходит, шестого левела, то есть Кунг бы здесь вообще, его здесь не отпускали, даже может быть и, кого-то из его тиммейтов наказали, если бы они остались, ошиблись бы и остались далее, ну что ж, пока что счет 4-3 на восьмой минуточке, в пользу ребяток из команды Стейтеля, 59 добитых крипов Усларка, я скажу, что Усларка сейчас, вообще просто завидное положение, припытался теперь Шеду Амулет, ну и скорее всего, будет Аппо Сильверэш, Сильверэш за последнее время, достаточно популярный артефактив, потому что врубают все пассивные способности противников, ну крутая штука, в общем, с обновлением не добавляют, хотя нет, я сейчас бы соврал, если бы сказал, что с обновлением фигни не добавляют, фигни добавили достаточно много, вот, вот, прилетел ему что-то, Амулет, теперь у него атак спит, 0,91 секундочки на атаку, Скади, кстати, красиво Сларка, здесь неплохие тройные спауны, Сларку, видимо, их сделали, но решил не фармить пока что эти тяжелые стаки, так, ну и фастосвольт, 5-фа левелла, ну, как я и говорил, в принципе, оставлять воида, соло, фармить, это, на самом деле, очень рисковый моментик, потому что, вот сейчас его опять цепляет, Старк, ультимативная способность, Ханды Гросс, в рейв, от, зевса, склонник, вейв, от Квин оф Пейн, вообще, Рубик тут на 10 хп, убегает, с помощью бафа корабля, вроде бы, ну что ж, ну, такие, на самом деле, разменщики, на лоу хп Кунг, на лоу хп, вообще, Рубик, как бы, очень жестко, если бы сейчас была ультимативная способность у Зевса, Зевс бы все-таки убивал здесь двоих, но, так как он утонул ранее, у него его нету, прилетает вообще, не отчаивается, Зевсик, ой, господи, Зевс, фастосвольт прилетает на топ, но он стоп вообще фармит, пытается получать свой экспириен, кстати, девятый левел у Сарка, который стоял в трипл лейне, и пятый левел у Войда в оффлейне, ну, я не знаю, на самом деле, это как-то жестко, оставить, вот честно скажу, Войда, оставить соло, стоять в оффлейне, я бы так никогда не сделал, потому что, ну, блин, ясен фикшн, он будет стоять против триплы, как бы, и у него будут проблемки, но нет, все-таки капитан команды Стейтли решил, то, что фастосвольт зайдет в оффлейн, я замечаю то, что это все более и более становится популярным, кстати, Сларк после фармэш, получает себе 1300 голды на руках, после вот этого спавна, у него еще, ну, тут немножечко надо подождать, появляется уже, собственно, лотар, а с лотаром Сларк становится еще более мобилен, еще более неуязвим, уже надо тратиться на какие-то дасты приобретать, там, да, что-то, где-то пытаться его цеплять, но фишка в том, даже то, что если ты ее сняешь на Сларка до сты, есть у него такой прикольный спелл, как Дарк Пакт, в принципе, если ты его заюзаешь до того, как ушел в лотарчик, там прожмутся стики, ты их, ой, господи, в Кингер оф Десклудан Гирокоптера пошел, здесь просто, блин, как Клин оф Пейн, с помощью Флэкена, она получила на пару тысячечек, но, ничего не помогло, Баланар разобрели с помощью ультимативной способности Леона, там кулдаун пошел уже после того, как Баланар умер, ну или он подходит на топ, здесь, видимо, сервер Варта, ребята, из команды Силы Тьмы, в принципе, он очень агрессивный, так, вот в самое не вовремя вообще моментик, мне пишут в стиме, как дела у тебя, как успехи, успехи все нормально, стараемся, Сларк под лотаром, сейчас есть варик подцепить Леона, 198 тычки из инвиза, хорошо, Дарк Пакт, пыржочек, просто паунс, и нету этого Леона, сладенько, ну что ж, хочу официально заявить, то что Сларк теперь это машина для убийства, которая просто бегает и цепляет таких еликих саппортиков, как Леон и Рубик, Кунка, кстати, в это время умирает на миде, с помощью трех персонажей, ребят, из команды Либерси, Queen of Pain, Зевси, Баланар убили его, 30 на там, или даже 40 секундочек сидеть, в таверне надо было Кунке, вот, ну и Баланар, кстати, ночь бегает достаточно быстро, какой у него там левел-то, пятый левел, замакшенный, почти замакшенный, первый спелл, ну и, собственно, на единичку, пассивка и второй. Так, ну, подпушивают ребятки из команды Либерти, пока что, тире один вышечку своих оппонентов на миде, Зевс, кстати, замакшил уже себе свою верхнюю, господи, фейтболт, латинболт, думаю о Рубике, думаю о втором спеле Рубика, и говорю фейтболт, у Рубика, кстати, пятый левел имеется, на половине, но такой достаточно, на потанке стоит, с помощью своего второго спела фармит крипочков, ну и тем самым подпушивает лайн, получает свой заветный экспириенс, сейчас у него появляется шестой левел, с шестым левелом Рубику можно делать, бегать и делать какую-нибудь, говорят, здесь хорошо на топе начинают разборки, хорошо, от Войда, Песла, с Войда, Купла, здесь Кун, Которн, попадает по баллонару, забревает его с руки, 230x голды, получает у Заная Сталкера, Марка, на господи, и, собственно, Лион с руки просто-напросто его отбивает у своих керри-стилев, грубо говоря, и Рубик неплохой, неплохо здесь сыграл, нашел обсервер вар своих оппонентов, задевардили сразу же, ну и получили там небольшую долю голодишка, гирокоптер лингает, то, что вот у меня здесь на топе проблемы, Рокет Берреш пошел от гирокоптера на Сларка, тут ультимативная способность от Зевса, ну и умирает здесь гирокоптер, 36 секунд он будет сидеть в таверне, Лион, а Лион седьмого левела, понимает то, что сейчас нужно попытаться зацепить Сларка, но не так-то это легко сделать, кстати, как я и говорил, Сларк делает, Сверклапчик, из него он сделает Сенш, и Сенш он берет уже, собственно, себе Сильверэш, сейчас у Рубика могут быть большие проблемы, он получает Саленс, скорее всего, от Баланара, замедление, Саленс хорошо поднять телекинез не успел, ну и пара тычек с руки от Баланара, у меня Зевс нет, Зевс стилит с руки, просто-напросто, и убивает Рубика, ну что ж, Зевс будет выходить здесь в ветра, приобрел он себе Ставфу Физерди, и приобрел он себе Войт Стоун, будет уже апа себе ветра, и с ветрами может уже становиться более мобильным, легче будет инициировать, легче будет эскейпиться, подкопчик от Леона по двоим, хорошо Сайленс Баланар дать, не успел прожиматься, стики прилетал, сюда Кунка есть, кулдаун у Гирокоптера нет, кулдауна, пошла ракеточка, ну и эта ракетка, скорее всего, данный сталкер не долетит, ее собьет здесь ему Queen of Pain, или нет, господи, на сталкер поставляется, есть Finger of Death у Леона, надо создать здесь МП, врывается к мопу, скрим, есть может быть умереть, может здесь умереть Леон, Леона, кстати, стики в откате стоит 5 секундочек, ну и Леон здесь должен умирать, попадает здесь в сторону, там Кунка, и Дунает Леона, кстати, неплохо сыгранно, убивает Гирокоптера Queen of Pain, Сларк выходит из Лотарчика, Паунс, господи, Дарк Пакт, подумать о темативной способности, он забирает здесь Рубика, ну и Фестлесс войдет, господи, Кунка и Гирокоптер просто-напросто бегают в кустах, хочет этого, победного Сларк, у которого, кстати, через 4 секунды уже откатится Лотар, с Лотаром он вообще наваливается, верхняя Зевса, хорошо врывается сюда, Купла ставится, Сларк не успел, завязать свою, свой Лотарчик, и в итоге, стрик на 837 голды, достается Фестлесс Войду, господствующего Сларка, он убивает, ну что же, 900 голды теперь есть у Фестлесс Войда на руках, приобретает он себе сразу же в Морбид Маск, ну и, наверное, выход какой-то, не знаю, в МОМ, если будет Севс, хорошо встревал, сейчас у него будут проблемы, а ультимативно способны, это же Топорейшн, Фигуро Десв, Зевс умирает, здесь, конечно же, Кунка, ну и тут, скорее всего, Леону ходить не должен, потому что, а нет, Терекинеса, Трубика, хорошо воруют, он еще и второй спел у Баланара, то есть, если бы Баланар дальше пошел, были бы проблемки у него, то есть, убить бы Леона ему все равно не удалось, так как у Эш Топорейшн, пока что только 6 левел, соответственно, ультимативная способность у него первого левела, или он выживает, спокойненько себе убегает на своих двоих, так, ну и что ж, на Топе достается руна, руна Иллюзия, достается Эш Топорейшн, Эш Топорейшн, хорошо сейчас поставил, Сентри Вард, извиняюсь, и сбивает вражеский обсервик, за которым получат, кстати, 50 голды, после обновления, в принципе, неплохую штучку сделали, саппортиком хоть откуда-то, голодишки, они себе отбивают, а руна Бэкаста достается Квейн оф Пейн, видимо, хочет она что-то сделать здесь с Рошаном, либо просто бегает, просто бегает, Геррокоптер в это время стоит на боте, имеется у него Хэлм оф Доминатор, Огр Клаб приобрел, лапнутая у него аквилочка носки на Агилу, ну и Фейс Бутс у него есть, ну, я не знаю, наверное, БКБшечка это будет какая-то от Геррокоптера, потому что магического Бэкаста, действительно, у ребятки с команды Либерти очень много, Зевс, там какой-то Сларк, с Дарпак, там Буланар, тот же самый, Эш Тепарейшн, почему бы и нет, ну а Сларк неумолим, Сларк сейчас уже летит, скорее всего Сенж, да, у него Сильверэдж, у Сларка сейчас он просто-напросто инициирует на Кунку, и Кунка здесь должен уже умирать, Марка, хорошо, Кунка здесь вроде бы стоял под центром, Бордами, у вас Сларк Пауз, Дарк Пакт, и все, Кунка здесь умирает с помощью Сларка Эш Тепарейшна, ну, что хочу сказать, приобрел себе сейчас Сларк Сильверэдж, Сильверэджем этот персонаж становится очень силен, вырубает он такие пассивочки, как Бэктрек и Таймлок у Феста с Войда, если я не ошибаюсь, потому что вроде бы вырубает все пассивки, ну и, блин, это жестко, даже теперь этот Сларк может соло забривать того же Войда, которого убить было бы очень тяжело, прилетает на бот, пивает сразу же ботом, заходит он в Сильверэдж, Леон бежит, у Леона есть, если что в центре, но ему не вдомек, то что здесь Сларк, который пытается его сейчас догнать, находит он Войда, 262 тычка из Инвиза, Дарк Пакт Паунс был, но Феста с Войда уходит здесь, на своем Таймволке, получает под Копот Леона, куда пошел умирать, здесь скорее всего Квин оф Пейн умерла, этот Геррокоптер, вырывается Пакт Паунс, ой господи, Сларк Паунс, первый спел Дарк Пакт, ворует Рубик, что ворует? Первый спел у Баланарчика, летит сейчас ракетка от Геррокоптера в Сларк, а ну и Баланар тут с урной, харассит этого Рубика, вырывается, да, конечно же, Кунка 375 урона с госшипа, и просто убегает с Сларк, из-за того, что у него не хватает МП, отпевается Батлом, и может, в принципе, вернуться и продолжить файт какой-либо, но, видимо, нет, видимо, не будет, МП не так много, да и оппонентов тут уже твоих нет, потому что все разбежались, хилиться там, под вышечкой, не знаю, под своим фатанчиком, вот, например, Рубикс ты здесь, ну, что ж, размечик пока что, два в одного был в пользу, ребятка с командой Либерти, напомню, кстати, а, нет, здесь на, что происходит здесь, врывается, опять Сларк, тычка из Сильвереджи, оконки здесь вообще без всего, без пассивочек, Паунс, Дарк Паксик, и просто свой, уходит на Таймул, если что, у него купол хорошо ставится, купол кудан, сразу же фигура Дес от Леона был, Сларк, Сларк умирает, налог опять здесь, дед, дед убирает, еще и Квин оф Пейн, это минус 3 от ребяток из команды, стейк или, ну что ж, налог хп уходит здесь Леон, разменщик в итоге, 3 в 2 в пользу ребяток из команды, стоит или, откроем все-таки на 19, фактически 20 минутки графики, видим то, что по экспириенсу, преимущество в пользу ребяток из команды, Либерти, там чуть более 5000 экспириенсов, ну и фактически ровно 5000 по голодишку, в пользу той же самой команды, последней упомянутой, так, видим обсервер вард, ребяток из команды сил света, то есть, достаточно дефолтный вард, здесь тоже ребятки, саппортики из команды, Либерти не отстают, ставят обсервер варды, который, если что, подсейвит, то здесь кей какого-нибудь, который фармит на лане, от ганга какого-либо, ну и на миде у них есть, видимо, вардик, чтобы давать какой-то себе вижен, чтобы более сейвово стоять на миде лейне, Блонар, кстати, приобрел себе Мидас, у него имеется бутов спид, Мидас и урна, короче, это очень интересный Блонар, 9 левела, который, имеет 21 добитого криточка, прошу заметить, то что у Сларка на 20 минуте, 143 добитый крипа, 29 денаев, и 1700 голды на руках, очень жестко фармит Сларк, даркпак, там лесочки уфармливают, его пассивочка с ультимативной способностью, позволяет ему это делать совершенно спокойно, монопул у него с первого спелла очень маленький, у Сларка вообще монопул не очень большой, поэтому когда ты собираешь себя Скайди, ты можешь вообще, но он стоп файтится, потому что МП у тебя выше крыши, так, ну тут у Сларка Скайди все-таки будет не очень скоро, пока что у него только 2000 голды на руках, Кунка с помощью торрента и своей пассивки фармит криточков на миде, пытается подталкивать лайм, но сейчас могут быть у него проблемы, на топе Сларка разрушил пышечку, тир-1 своих оппонентов, здесь Фесслес Вольт с герокоптером подходит, Сларка летит сейчас, ракетка, которая пытается все-таки сбить крипу, ультимативная способность, а Зевс умирает, Кунка на ЛОХ, здесь Бжит Леон, Баланар получает, Рубик от Баланар, господи, от Баланарчика получает свой первый спелл, и второй, ну и совершенно легкая вообще двойная убийство для Зевса, что ж, сколько они там получают из-за них, очень много урона наносит Зевс с помощью своей ультимативной способности, 1800 урона вообще наносит нереальная штука, и по 1000 экспириенса нарыло они себе получили с Баланаром, ну неплохо, неплохо, Брингдаггер прилетал сейчас кому? Зевсу, Зевс вообще нереально мобильный теперь стал, он очень полезен для своих команд, за счет того, что у него есть Еули, есть у него Брингдаггер, и с этими артефактами он невероятно мобилен, монопул у него повысил, господи, точнее, монореген у него повышенный, поэтому спамить спеллами, ему не составляет никаких вообще проблемок, на топе руна богатства достается Сларку, куда руна вообще этому Сларку, Сларка и так 3600, кстати, на руках сейчас погалдеет, нереально вообще много, получается, сами сверхняя, вот, то есть, Зевса по Баланару, и Сларк просто-напросто паусом прыгает в молоко, потому что Баланар уже давно умер, Марка на Сларка, от кульки, тут сразу же торрент, ну и Сларк даже никак не пытается это все делать, и выйдет он сейчас под копот Леона с помощью паусы Дарпакта, зачем-то тут стоит вообще, опа, Ульта Тенш Топерейшна, ни в кого врываться, здесь где-то Квин оф Пейн, Скрим, Соник Вейв, в Герокоптере, Герокоптер 56 секундочек сидит в таверне, ну что ж, я хочу сказать, то что ребятки из команды Стрейтели на данный момент как-то посыпались, то есть, что-то им не хватает, то есть, 23-я минуточка, счет у них уже 17-22, чувствуется на самом деле доминация от ребятки с команды Либерти, потому что у Фесса Своида слотов нету, пока что, пока что прокасты он не дает, точнее, его тиммейты под купол прокасты не дают, потому что таких моментов пока что не случалось, не так хорошо стоят ребятки с команды Либерти, потому что они, видимо, знают, что под купол встанешь, туда получишь кулдаун и так далее, и госшип, поэтому вставать так не стоит, но они играют более сливого, не поставляются, не стоят пятером, в четвером в кучке. У Рубика Боттл, Арканцы, апнутые стики, Броссерочек, Манго и два Дастика. Леон апнул себе ботиночки, наконец-то, 80-ков заряженных, у него есть один сентри вард. Фаста Своид приобрел Маску в Мэднес, Орпу в Веном у него так и остался, ПТшечка на силу включенная, ну и Кунка. Кунка в топе, пытается кое-как сплитпушить своих оппонентов, у Кунки, в принципе, это получается, должно получать сейчас ультимативные способности, это, что Парэйш, но у него могут быть проблемы, потому что здесь бежит Квиннов Пейн, который есть. Так, хорошо, Ветра, просто Ветра, она сейчас поднимает Кунку, Кунка пытался уходить здесь на телепортике, жаль, что вовремя Кунка не ушел, потому что хороший сейчас корабль попадает, нет, не попадает, потому что Парэйш, но пытается нарезать сейчас аппарат Акунка с руки, видимо, понимает, что у него это не получится, есть, если что, стики, стики надо прожимать, баланаш туда прилетает, стики прожимать Кунка не успевает, а нет, прошел стики, но там был ультимативно способность от Зевса, ну и, соответственно, верхний от того же последнего помянутого, ну что ж, долго, долго Кунка, конечно, кайти лэнш-тепорейшн с Квиннов Пейн, но тут ребятки из тиммейта, вообще клопы и аппаратика подошли и, собственно, наказали этого Кунку, который слишком дерзко начал играть, надо было уходить ему сразу на телепортики, когда только ты почувствовал то, что твои противники сейчас себя пойдут дефать, ну, что хочу сказать, Зевс на блинке, Зевс просто-напросто бегает, носится, ему вообще никто не помеха, подцепить данного героя достаточно тяжело, Скади, я ошибся, когда дело пронес, потому что Слайк не будет собираться Скади вторым ртом, ну и он его собрал, у Слайка теперь 2262 2 единицы ХП, то есть персонаж достаточно комфортно себя чувствует на этой карте, зацепить достаточно тяжело, и, как я говорил, у него теперь 1300 фактически МП, это 48 плюс 31 интеллектика, это очень много, что по трассе ему это МП, наверное, не знаю, прокастов 5-6 надо сделать, в тимфайтах достаточно редко такое происходит для Слайка, так, ну, вообще фармит себя прекрасно, ПТшечку на силу переключил и стоит Крипочка и убьет в лесу вражеско, ну, грубо говоря, я скажу честно, стоит ли сейчас в плохом, на самом деле, положении, 20 фото Сларк спался, Дарк Пак, сразу же он сбивает подкопчик от Леона, убивает с помощью Соник Вейва здесь Клин Оф Пейн, Рубика, хорошо, зацепили Сларка, но у Сларка сейчас есть Аегис, кулдаун от Гирокоптера, Рокет Бережа, Сларк рвается, получает марку от Кунки, госши, пошел, зацепили здесь Баланара, закончился Аегис, у Сларка, 52 секунды не будет Клин Оф Пейн, 53 секунды и 69 секунды не будет больше в данной игре Зевса, у Сларка сейчас большущие проблемы, Дарк Пак, кто не провязал, и все-таки, ребятки, из команды Стейтли от Дефали, это Трипл Килл от Йола, от Гирокоптера, и выкуп от Клин Оф Пейн, все-таки, был, умирая, скорее всего, Кунка от Ультэш Тепарейшна, очень обидный, на самом деле, мув от Кунки, то есть, решил запоекаться, здесь еще Квапа, бринкнулась, нашла Лиончика с помощью Скрима, она его забрела, забрела, господи, забрела, ну и экшончик, экшончик, ребятки, на карте начался, то есть, начались какие-то эти файты, попытки заехти на вражеский хагграунд от ребятки с команды Либерти, не увенчались успехом, в итоге, можно посмотреть, что по графикам, графики немножечко скакнули, тут где-то, хотя, почему я вру, немножечко, тут фактически 6000 по экспириенсу графики скакнули, и 12000 по голодишку в пользу ребятки с команды Стейт, или немножко там уменьшилось у них расставание от своих оппонентов, ну и что, Квин оф Пейн, 14 левел, стоит, фармит вражеские лесочки, тут военные спавны, видимо, были сделаны, сейчас, видимо, скрин 5, катился, очень хорошо, то, что глиняные големы теперь уязвимы к магии, раньше данные, не знаю, НИПы, да, как сказать, из Варкрафта, там, НИПы, не знаю, были как-то уязвимы к магии, были они очень приятные и фармит, и признать, как Квин оф Пейн, но теперь это все очень легко получается, припитаты на себе Огрклаб, скорее всего, выход в БКП, потому что БКП Олеон, это магический урон, это Нилина, которая с агонимом делает Лагуну Блейд чистым уроном, да, это Фингер оф Дес, он всегда магический урон, это Герокоптер, с помощью первого спала наносит магический урон, плюс, Кулдаун, тоже это магический урон, ну и, собственно, приобретение такого артефакта, как БКП, вообще снижает, по-моему, по тебе урон, потому что Войт, не нафармленные, укутки слотов, как таковых, тоже пока что нету, ну и Герокоптер, хотя нет, я вру, Герокоптер урон достаточно много с руки, 104 плюс 123 урончика, приобрел он себе БКБшечку и Демонэш, кстати, я упустил тот момент, когда он себе купил БКБ, БКБ, он уже, кстати, прожимал в файте, 9 секундочку у него остается, а может быть даже, кстати, у Квапы и не агоним, господи, и не БКБшечка, а агоним какой-то, ну и ребятки из команды Либерти понимают то, что, я не знаю, что они понимают, потому что они сейчас продолжают фармить, ультимативная способность Атанши Топорейшна, Кунг, все-таки не решил, не БКБшечка забревает, вышечку уходит, он здесь на телепорте, Кизина прыгает, с помощью Блинка, поднимает его в Еули, Соник Вейв, и нету сейчас Кунки, Кунки не будет целых 60 секундочек, ну и что ж, Кунки 15 левела, и выйдет, Дарк Пак там, Дисларк, если что, ракетачку от Герокоптера, и продолжает фармить лесочки, приобретал себя угрокалатми Фрилхаммера, остается ему там около 1100 до БКБхи, говорит то, что мол, надо заходить сейчас на вражеский хайграунд, то что тянуть эту игру все-таки нельзя, тянуть, не знаю, кота за яйца, грубо говоря, да, потому что пока что у тебя преимущества по экспириенсу и по голоде есть, надо заходить, очень опасный моментик, то что Герокоптер вообще фармит, у Герокоптера 148 давитых крепочков, конечно, безусловно, не столько много, как у Сларка, у Сларка вообще 230 добитых крепов, но, в принципе, для Герокоптера это вполне достойно, так как Сларк, не знаю, овнит всю карту, на данный момент у него 10 убийств и 3 смерти, 235 добитых крепочков и, грубо говоря, в распоряжении Сларка вообще вся карта, все леса, хоть фражерские, хоть свои, фарми себя спокойно, уйти, уйти, убежать куда-то там от ганга, ты все равно сможешь, поэтому Сларк прекрасно себя чувствует, это сато левел, да, у ребятки с командой стоит ли самый высокий это Кунгка, 15-то в левел, который стоял в миде и идет со счетом 29, Зевс балуется своей ультимативной способностью отменять ее, приобрел, кстати, себе Блодстоун, этот парень, вообще сейчас проблем у него СМП не будет, как таковых, и Баланар купил себе Аганим, неплохо, в принципе, для Баланар, который стоял, грубо говоря, в качестве саппорта для Сларка, то есть выформил себе ты Бус оф Спид, турну, и после урны он сделал себе Мидос, и в принципе, неплохо на 30-й минуте заформил себе Аганим Скиптор, с Аганим Скиптором он может себя прекрасно теперь реализовывать за счет Вижена, но еще огромного, так, ну по общей ценности мы видим то, что саппорт Баланар имеет больше фарма, чем Кунгка, который стоял в миддлэйне, очень обидно, на самом деле, моментик для ребятки с команды Стейтли, потому что, ну как так-то, я согласен, стоять против Деда очень неприятно против Зевса, даст за Кунгку, но все-таки Кунгка тоже неплохо стоит против этого Деда, и при должном обращении со спеллами Кунгки убивать, в принципе, Зевса можно было, вот, но все-таки там заобнили как-то этого адмирала нашего, Кунгку, Лайф Турин, кстати, играет на Кунгке, так, ну и Линка, то, что здесь стоит Баланар, Баланар они видят за счет Observer Варда, который стоит на хайграунде, где фармит обычно ЛС и Фуриончики, ну и вот, кстати, у Деда смогут быть проблемы, находят сейчас здесь сервик, все-таки опять все, у нее зацепили Баланар, Арамарка, хорошо тортом не попало, здесь текст от Лиончика, Рокет Беррешет, геррокоптера сосет Монадреном МП тут на Сталкер, а Лиончик, Левоспорт, вроде бы Феста свойствовал, но уже умер, там Баланар, 55 секундочек его не будет, и приобретаться бы, блин, кстати, после этого файтика Лион, получил он там хоть что-то вообще, нет, Лион в этом файте ничего не получил, у Лиона просто хватило голды на блинка, теперь с блинком, Лиончик, в принципе, может неплохо инициировать на своих оппонентчиков, почему бы и нет, Рошан, кстати, резнулся, забирать его надо, потому что проблемки, по-моему, вырисовываются у ребятки с командой Алиберти, потому что, ну, блин, набирают оборочки, все-таки Стейтли, тот Герокоптер, который вот-вот получит уже МКБшечку, становится очень опасным противником против того же Сларка, теперь ты уже не соберешь, не знаю, там, бабочку какую-то, или нет, ну, и на Сларке собирать бы бабочку не начал, но Сларк вполне неплохой артефакт, это бабочка, ну, теперь она просто, грубо говоря, обламывается, потому что Герокоптер собрал МКБ, с МКБ у Герокоптера большой атак спид, большой урон, и микробаш, который наносит тоже определенный урончик, Фесслес Войда, сейчас будет БКБ, 10 секундочек, и БКБшечка, ультимативная способность это, конечно, парешна, хорошо, врываться сюда Квин оф Пейнс Девс размультился, Соник, Вейв и Скрим, и все, собственно, нету, Фесслес Войда, БКБшечки, теперь еще ждать и ждать, сейчас посмотрим, сколько у него там голдишка, а, да, у него теперь 850 голды, было у него 1240, напомню, там оставалось пара секундочек до БКБхи, Сларк, вот, пожалуйста, скажите мне, кто остановит теперь этого Сларка, кто остановит Сларка, у которого 2000 на руках, 2300 уже, в затаре БКБх, Скаде, Сильвер Эдж, Боттл, ПТшечка, Эквилинг Блейд, ну, согласен, герокоптер, можно с ним поговорить по душам, но это предложено, конечно же, тимфайте, то есть, если ребятки из команды стейтри сейчас сделают все красивенько, то, в принципе, в принципе, что-то получится у них может, потому что спелы, действительно, у них хорошие, ультимативные способности, сильные, предложенные на скаде, раскладе, извиняюсь, они могут зарешать, но сейчас вот уже у Queen of Pain появится Аганем Скепитер, с Аганем Скепитером, у Квапы, откат ультимативной способности всего лишь 40 секундочек, так, Смоуки от Леона, интересно, эта попыточка будет сделать какой-то, ой, Господи, Ферсбладик уже, привык, что со Смоуками Ферсблад делают, убить кого-то, неожиданно, синициировать, может быть, эта попыточка будет какая-то от Леона с его тиммейтиками, Эш-ТПР еще забирает руну богатства на топе, на больше, сорян, ну и Сларк фармит энш, что Сларк приобретал себя в Хиперстоун, с Хиперстоуна он будет, скорее всего, делать новый артефактик, Муншартик, да, а может быть, даже Мьёльнер, урона, в принципе, Сларку надо побольше, хотя Муншарт дает такой атакспис, что мама просто не горюй, ребятки из команды Либерти сейчас имеют здесь вижен, если что, так, Леон, ставится в центре варта, от Трубика, потому что, мол, здесь есть вижен, заход, ребятки из команды Либерти, на Рошана, сейчас у них могут быть, ой-ой-ой, какие проблемы, Фестус Фой должен туда прыгать, хорошо, купол туда, сразу же госшип, кулдаун пошел, здесь подкопчик Леона, от Леона, скрим от Соник, от Квиннов, в 8 секунд, и не будет умирать, господи, Сларк, умирает Балан, Румиран, Севс, двойное убийство для герокоптера, и как я и говорил, то, что, если все сделать ребяткам из команды Стейтли прекрасно, то Тимфайт будет явно в их пользу, так, ну, что ж, минус 4, выполнение ребятки из команды Стейтли, Тимфайт был действительно очень крутой, на самом деле, я, чисто как-то потерялся, потому что, уж очень, одновременно все, противники, Стейтли падали, там, не знаю, развалились одновременно, умер там, первая Квапа, 80 секунд ее там не было, потом откатился Сларк, Баланар, уже и Зев следом за Баланаром, но, Тимфайт очень жесткий получился, мне он понравился, потому что, исполнение действительно неплохое, плюс, плюс, я хочу сказать одно, было только, вот, фишка заключалась в том, что, выгодное положение было у ребятки из команды Стейтли, то есть, это ошибка от Либерти, то, что, они рискнули, они зашли на Рошанчика, и, соответственно, они получили за это, потому что, хороший мув от Леона, который купил себе Смок, со Смоками, он, грубо говоря, своей команде подарил сейчас минус 4, и неплохой, кстати, буст по экспириенсу, мы можем увидеть то, что, очень много экспириенсы, ребятки из команды, Либерти потеряли, и получили, конечно же, Стейтли, там около, не знаю, вот, обновились у нас графики, там, фактически, было 25 тысяч, сейчас стало 10, это же огромное количество экспириенсы, ребятки, мы можем посмотреть, какой левел сейчас, ребятки с команды Стейтли, 19 левел Гирокоптер, Русларка 22, Ну, Гирокоптер неплохо себя чувствует, 3000 голды, у него на руках имеется, продавать будет, наверное, аквилочку, да, аквилу продает, покупать себе, ой-ой-ой, что он себе покупает, игл сон, это выход в бабочку, и теперь, контратака от ребятки с команды Либерти, под смоками, попытка, убить хоть кого-то, слаб сейчас находит, кун-ку, врывается, су-о-о-ой, и Квапа поднимает, и здесь Телик НС, ультимативная способность, Рубика кулдаун убирает, здесь Леон убирает, Рубик, Соник, Вейв, Скрим, хорошо, здесь сразу же купол от Войда, Госс Шип, забревается здесь Квин оф Пейн, Сларк начинает здесь вроде бы драться, есть у него, если что, Сильвер Рэш, Песла сводит под БКБ-шечка, и у Гира тоже БКБ-шечка кончилась, Зевс на блинке уходит, и трипл кир от Сларка, за приватность здесь еще и Кун-ку, Сильвер Рэш находит его, так, ракеточку получает Зевс, будет ли дальше продолжаться драка, где Гирокоптер, Гирокоптер с Войдаом запеклить, потому что, невыгодно видимо им было драться, кстати, у Сларка сейчас очень много атрибутиков, в руне очень много, всего лишь 10 атрибутов, и СН Шифт у него набафанный, но так спид ему дает эти атрибутчики неплохой, дают, ну и все, в принципе, неплохо, так, заходит на хайграунд, заходит на хайграунд Сларк, ну и понимает, что заходить сейчас не стоит, Гирокоптер уже очень много наносит урон там с руки, ну и фармит, кстати, Гирокоптер тоже неплохо, по общей ценности он уже догоняет, обогнал, извиняюсь, Зевса, но догоняет Сларка, у него пока что не получается, Сларк там от него отрыв, целых 5000 по голдишкам, по ласхитам, 317 добитых хребов у Сларка на данный момент, что ж, фарм, я просто предугадываю, то, что мы сейчас будем с вами смотреть на онстоп фарм от ребятка из обеих команд, потому что, ну, тут все понятно, не получается, не получается у Либерти зайти на хайграунд, не получается уже драться так хорошо, как они дрались в начале, потому что Гирокоптер имеет очень много фарма, кстати, убийств у него ничуть не хуже, чем у Сларка, 12 убийств, 5 смертей, Гирокоптер прекрасно себя чувствует, играет более сливово, Сларк препятал себе керасочку, керасочка теперь ему дает атак спид, минус арморчик, и, соответственно, дополнительную броню своим тиммейтам и самому себе, плюс, режет броню своим оппонентам, неплохой артефакт, для Сларка тоже, в принципе, заходит неплохо, плюс, все-таки, резист к физическому урону Сларку сейчас необходим, как же жарко, у меня тут, Зевс получает метку, сразу же торрент, туда же госшип, вот это, вот это просто, кунка жмет кнопки, а, нет, извиняюсь, тут Зевс заявляет с помощью метров все эти, а, марки и госшипы, а, ну и молодец, что могу сказать, молодец, Сларк, сейчас здесь находится, Рубик, если что, здесь есть, Напаунс решил уйти, не рисковать, здесь, Квиннов Пейден, с, ультимативной способностью, с Аганимчиком, есть у нее, а, Яуляу, Болонар в это время, что, Огреклаб, 1264 голды сверху, Блотстону Зевса, 3800 голды, а, кстати, хороший сейчас персонаж, все-таки, этот Зевс, под смоуками, попыточка от ребятки с команды, стоит или опять, зачем, своих оппонентов, у них могут быть сейчас, хорошая, господи, темка, Сларк, сюда ли он, вырывается на брюки, попадает, но здесь, под копчиком, под наставкой, находит Сларк, Сларк, под БКБ, свое ультимативное способности, нарезает, сливает БКБ, у Герокоптера, очень много урона, огромное количество урона, вот это купол, от Фесслес Войда, Сларк, Дарк Пак, там, кое-как дерется, 8 секундчик, колдаун, Герокоптер нарезает, стритки, забревается, с Баланаром Рубика, Рубик умирает, Queen of Pain, 60 секунд ее не будет, умирает здесь, Кунка, нет, Кунка живет, кое-как, здесь его все-таки, Девса отткать не должен, верхняя первая спела забирает, еще Гемчик, Сларк, все это время дерется, со своими оппонентами, забрил, все-таки, хорошо, трипл килл от Сларка, и какой тимфайт, какие замесы, то есть, 4 персонажика, у ребят из команды, Либерти, уходят вообще, на лох и П, наполовиненные, такие, достаточно косанные, ну и Сларк заходит на вражеский хайграунд, атрибутов, теперь у него достаточно, действительно, много, 32 атрибута, плюс 96 к ловкости, атак спид у него нереальный, 0,40 на атаку, Глиф проживается, выкуп от Гирокоптера, мы видим, выкуп этот делает невозможным, дали покупочку, уже такой, быстрой, ну и все, тут уже Гирокоптер, в принципе, должен умирать, у вас туда с Девс, Сларк с помощью спаунса, и Дарк Пакта забревает, его тут-то так спида очень много, опять же, на бафу себе еще более ловкости, ну и, блин, по-моему, хороший очень размен, ребятки с команды Риверти себе, сделали, и теперь, заходит, просто изобревает, два лайна, два лайна, ну, к сожалению, только два, потому что, внешняя вышечка у ребятки с команды, стоит ли, все-таки на топе стоит, и поэтому, ну, не получается, прожимается ультимативная способность от Баланара, Сларк, хорошо, прожимается Дарк Пакт, рвается сюда, Фукс, от этого Сларка, Finger of Death, Sonic, вейф от Крин, от Queen of Pain, Войт начинает здесь под БКБ, войдет, даст 4 секунды, у него до купола Виуля, подмазка здесь Рубика, Рубик получает верхнюю Зевса, Зевс убивает Рубика, ставится купол от Феслос Войда, Кошим заходит, хорошо, забревает здесь Queen of Pain, 75 секунд, ее не будет пытаться дефать, Кунка прожимает здесь БКБ, очень тяжело ему против Сларка, Сларк сбивает от Сибейса, что Алебарду, которую кинул ему Кунка, ультимативная способность от Девса, забревает, вроде попытался здесь Фуэйда, умирает Кунка, ну и пытался забревать Феслос Войда, Феслос Войда под своим орудником, уже отхилился, и БКУС, и опять они минус 4 сделали, опять от ребяток из команды, стоит ли была попыточка, как-то отдефать, задефать свои лайны, но не получилось, в итоге они помнили, грубо говоря, опять в пятером, в четвером Феслос Войда, без купола, стоял и регался на фонтанчике, регенился, регался, господи, так, Юля опять под маус, здесь Феслос Войда, сколько зарядов, 17 зарядов, у Девса в Болстоне, нормальная тема, ну и все-таки ребятки из команды, Либерти решают закончить эту игру до конца, телеканес от Рубика Сларк, в это время ничего даже не юзает, врываться, сюда спаусы попадают по гирокоптеру, ультимативная способность, тэш-топрэшный кулдаун, у гирокоптера Сларк нарезают, просто-напросто с руки, и просто огромное количество бафнутых пассивочек до Старка, делал свое дело, Баша отходит, а проек прокус, Сларк хорошо выживает, даже после такого тимфайта на фонтанчике, и ГГВП прописывает здесь Рубик, ну и что ж, все очень круто, ребятки с команды Либерти выходят после данной игры победителями, напомню то, что это был полуфинал, полуфинал, я не ошибся, фасткапа 99-01, где победителями выходят все-таки ребятки с команды Либерти, так, ну что ж, всем спасибо, кто смотрел данный стримчик, через несколько минут мы ворвемся в следующую катку, или не ворвемся, а нет, ворвемся, немножечко попу...